Наркоманка со стажем, героиня сюжета Тау, попавшая на оперативные съемки во время полицейской операции в Наркопритоне, выступила с угрозами в отношении журналистов. Наша программа получила весьма сердитое письмо от некой 34-летней Надежды Молоковой, отправленной с аккаунта ВКонтакте ее подруги. Опус изобилует ненормативной лексикой, и если вы смотрите этот сюжет в телеэфире, то можете подключить собственную фантазию в удаленных нами местах. Ты охерел, старый, коррумпированный, дешевый корреспондюка. Смейся, недолго тебе в гнезде своим над людским горем осталось, фу, чмошник Кеша. Ты, Скотт, у Молоковой мама в больницу попала. Я тебя, хуебола пиздобольная, мерзкое чудище, кончу. А это Молокова Надежда пишет. Кеша, твое место в тюрьме, дырявый интригант. Ладно нам, урок, но общественный твой резонанс по нашим самым близким, а они ни при чем. Сейчас месяц я размотаю, как в 2014-м припоминаешь, и за тебя говно возьмусь. Тебя больше ни одна бабка не отшепчет. Будь проклят, мразь, я ебну медленно, чтоб мучился, и сниму на твою же камеру. Вот увидишь, козлик. Удали видео, это пиздобольство. Такую отповедь Иннокентий Шеремет получил от Надежды после выхода в эфир сюжета о задержании друга этой женщины, Ивана, попавшегося на контрольные закупки курительных смесей. Девушку вместе с Иваном застали сразу после употребления ими самими запрещенных веществ. Вот фрагмент этой программы. Наркотические вещества употребляете? Нет, я не понимаю, вы сами понимаете. Чего? Я не понимаю. Наркотические вещества употребляете? По-русски отвечайте, будьте добрая девушка. Употребляете? Нет. Какие? Мне стыдно было. Ну говорите, какие? Планы. Планы, да? Претензии по поводу задержания имеются? Били, унижали, оскорбляли, что не подкидывали? У нас так есть. Мы уже все сделали. Нет. Мы все уже сделали. Нету? Не били, не унижали, ничего не подкидывали. Ну вы еще не подкидывали, весь перечень не троги был. Чего? Весь перечень троги был, ничего не говорили там. К полицейским, задержавшим ее друга и изобличившим ее саму в употреблении наркотиков, Надежда претензий не имела. А вот огласка этой операции, проведенной оперативниками отдела полиции номер 14 в сотрудничестве с фондом «Город без наркотиков», Екатерин Буженко вывела из себя. Хотя даже ее фамилия нами не называлась. Ну а нас, не скроем, насторожило послание этой женщины. Кто ж знает, что ждать от наркомана. В полиции нам сообщили, что Надежда в данный момент проходит в качестве обвиняемой по другому эпизоду хранения наркотиков. Кроме того, по некоторым данным, девушка еще в 2004 году пыталась излечиться от этой преступной привычки. Мы, конечно, связались с адресанткой этого письма. Сначала Надежда вообще не хотела с нами разговаривать. А затем, когда мы сообщили, что вынуждены будем обратиться в полицию по поводу угроз, принесла что-то вроде извинений. Но по-прежнему весьма дерзко. Цитата. «Я вам не угрожала и не угрожаю, повторюсь. Если вы промочили свои штанишки от моих эмоций в той ситуации, простите. Перечитывая свои сообщения, я переборщила с переходом на личности. Еще раз повторюсь, простите. Состояние аффекта. Я просто вас ненавижу и имею полное право». Конец цитаты. В конце концов, девушка, видимо, посоветовалась с юристами, а по нашим данным, вся семья Надежды – люди адекватные, благополучные и очень переживающие за свою непутевую дочь. И прислала последнее, самое рассудительное и единственно верное с ее стороны письмо. Вот оно. «Несмотря ни на что, человека в себе не потеряла. Я шла по наклонной и вела социальный образ жизни. С этим я согласна. Но очень хочу исправиться. Правда, очень запуталась. Мне трудно и, быть может, по этой причине, ищу виноватых там, где вина только моя. По этой причине попросила психологической помощи, и мне не отказали. Я ложусь в диспансер на принудительное лечение. Может быть, там я приду в себя и, изменившись сама, начну менять мир вокруг себя». Конец всех цитат. Конец всех цитат.